8 февраля прошел 13-й Всероссийский стоматологический форум и выставка-ярмарка «Дентал-ревью-2016. Стоматологическое образование, наука, практика». В очередной раз в своих стенах его принимала Москва и Московский государственный медико-стоматологический университет имени Евдокимова, Министерства здравоохранения России. Устроителем стала компания «Дентал-экспо» при поддержке Стоматологической ассоциации России. Форум образования, наука и практика в стоматологии «Дентал-ревью» проводится уже более 10 лет совместно с Московским государственным медико-стоматологическим университетом имени Евдокимова. И в этом году университет представил беспрецедентную научную программу этого форума. Здесь проводится за три дня 25 симпозиумов, 109 докладчиков из 9 стран мира, а также много мероприятий федерального значения для стоматологии. Так что мы очень довольны предварительными результатами форума. И выставка «Дентал-ревью», которая проходит здесь, она тоже очень достойно поддерживает. Приоритетными вопросами, обсуждаемыми на форуме, стали переход на новую систему аккредитации врачей и сокращение специальностей стоматологов. Конечно, 2016 год начинается вопросами обсуждения аккредитации, которые определил 323 закон. И для многих врачей, специалистов и прежде всего стоматологов, которые будут проходить аккредитацию в этом году, возникает большое количество вопросов. Первое – это о том, что делать с теми сертификатами, которые есть, и у многих они заканчиваются в этом году. Здесь я считаю, что и профессиональное сообщество, и Министерство здравоохранения с правительством Российской Федерации нашло решение, и действие сертификатов продлено до 2026 года. То есть фактически сейчас, если у меня в январе заканчивается сертификат, мне его продлят в рамках образования 144 часов, и после этого я должен обязательно зарегистрироваться в реестре непрерывного медицинского образования. Это позволит мне в 2025-2026 году уже пройти аккредитацию по тем нормативным актам, которые будут разработаны к этому периоду. Второй большой проблемой является аккредитация молодых специалистов, и в связи с этим возможная отмена интернатур. Этот вопрос до конца на сегодняшний день не решен, и мы все-таки надеемся, что в той или иной степени нам удастся трудоустроить и организовать продолжение обучения студентов, которые выпускаются в этом году. Прежде всего, я думаю, что это и дополнительно выведенные места в ординатуру, это работа с регионами по определению мест, куда придут выпускники и какие места они будут, собственно говоря, занимать, но и все-таки надеемся решение окончательного решения по интернатуре. По нашим сведениям, в рамках Министерства образования они планируют выделить интернатуру для всех выпускников стоматологических факультетов, которые оканчивают классические университеты или университеты, принадлежащие Министерству образования, где есть стоматологический факультет. Как это будет решаться в рамках Министерства здравоохранения, на сегодняшний момент сказать не могу. Значит, в принципе, сокращение количества специальностей в стоматологии – это вопрос, который был поставлен нашим классиком сатиры Аркадий Райкин. Была такая интермедиа, кто шил костюм, мы все ее прекрасно помним. И по большому счету врач-стоматолог за рубежом, дентист, выполняет все манипуляции один. Но это не говорит о том, что врач-стоматолог должен заниматься всем. Он может так же, как и сейчас, заниматься только хирургическим лечением или только терапевтическим эндодонтием, парадонтолойтом. Но он должен уметь и знать все. Вопрос его специализации – это вопрос договора между другими специалистами, которым он формирует комплексное лечение. Могу сказать про себя, я последние 10 лет занимался и продолжаю заниматься general practice, то есть делаю все – и терапию, и хирургию, и ортопедию, и занимаюсь только ортодонтией. И считаю, что в лице одного специалиста пациент получает комплексный план лечения и выполнение этого комплексного плана лечения. Гораздо хуже, когда пациенту терапевт говорит, этот зуб можно сохранить, а хирург говорит, нет, давайте его удалим. А ортопед говорит, нет, давайте обточим, поставим конструкцию. Вот в ситуации, когда кто сшил костюм, пациент всегда страдает. Преподаватель должен быть готов не к обучению конкретными манипуляциями. Большинство наших преподавателей – это врачи высшей категории. Это люди с большим практическим опытом. И его вопросы преподавания связаны только с умением передать свои знания своему ученикам. Какая разница, я сегодня буду обучать, если я знаю, пломбе, а завтра я буду обучать вкладке, если я знаю и то, и другое. Мне кажется, здесь проблемы нет. Основной темой форума стали три направления. Это объединение научных разработок, практической деятельности и фундаментального образования для повышения профессионального уровня врачей-стоматологов и здоровья нации в целом. Проведение форума стало важным событием, актуальным для всей России. Интенсивное развитие отрасли является сегодня одним из приоритетов реализуемым правительством Российской Федерации. А подготовка высококвалифицированных специалистов – задача не только отдельно взятого вуза, а всей образовательной системы в целом. Субтитры создавал DimaTorzok